Хабиб, понадобилось довольно много времени, чтобы заполучить этот бой, и наконец он назначен. Каково это? Я чувствую себя отлично, наконец я буду драться за чемпионский титул. Я заберу этот пояс, я разобью этого парня, завершу бой досрочно, заберу пояс. Моя мечта стать чемпионом UFC в легком весе, и на этот год у меня есть цель, я хочу стать лучшим бойцом года. Что ты ощущал, какие у тебя были эмоции, когда бой постоянно откладывался? Были какие-то финансовые вопросы, которые откладывали бой? Был ли ты разочарован, какие у тебя были эмоции? Я в порядке, у меня нет проблем с UFC, не знаю есть ли проблемы у UFC со мной. У меня нет проблем с UFC. Между раундами я разговаривал с Даной, все вспоминают об этом, но я просто сказал ему, дай мне это, дай мне титульник, я заслуживаю его. У меня нет проблем с этим, теперь я получил то, чего хотел, я буду драться за титул, я буду драться с Тони, с жестким соперником. Это именно тот бой, который я и хотел. Я расправлюсь с ним, потом я расправлюсь с Конором. UFC, скорее всего, захотят организовать реванш с Конором, но я скажу нет. Все, придется стать в очередь. Я буду отстаивать свой титул, но от настоящего претендента, не от такого, как Конор. Дальше посмотрим. Это очень интересная ситуация. Победить Тони Фергюсона досрочно, победить Конора досрочно. В конце года UFC могут захотеть организовать реванш, но я скажу, все, пока, ребята. Он его не заслуживает. И я буду драться с другим, настоящим претендентом. Если ты считаешь, что Конор не настоящий претендент, означает это, что ты считаешь, что он незаслуженный чемпион. Он дрался с Нейтем Диэсом. Он номер 10, номер 15, где-то так. Все топовые бойцы легкого веса его побеждали. А он проиграл ему, и потом во втором бою это был очень близкий поединок. А потом победил Эдди Альвареса, у которого рекорд 3-3 или 3-2 в UFC. Он не дрался с настоящими топовыми бойцами легкого веса. Это мое мнение. Он не дрался с топовыми бойцами, такими как я, Тони, Барбоза, Майкл Киеса. Ну а теперь он чемпион, и куда ему деваться? В следующем бою ему придется встретиться со мной или с Тони. Куда еще ему деться? Люди считают, что он может попытаться найти себе бой в полусреднем весе, или организовать супербой в боксе. Как ты считаешь, может ли он попытаться избежать боя с тобой? Потому что многие считают, что ты худший для него соперник. Я не знаю о его истории с боксом, с полусредним весом. Но я не думаю о нем. Я думаю о настоящем чемпионском поясе. Мне плевать на него. Все хотят драться с ним, чтобы заработать кучу денег. Но это не моя цель. Я пришел в UFC ради того, чтобы драться с топовыми легковесами, чтобы забрать пояс, и чтобы стать неоспоримым и непобедимым чемпионом в легком весе. Это моя цель. Многие хотят драться с ним ради денег. Я могу дать ему денег, если ему надо. Это нормально. Тебе предстоит бой с Тони Фергюсоном. Расскажи, что ты думаешь о нем как о бойце? Уважаешь ли ты его бойцовские качества? Ты назвал его топовым претендентом? Я не имею ничего против него. Я не знаю, может быть он имеет что-то против меня, но я нет. Я чувствую себя комфортно, расслабленно. Но когда дверь в клетку закроется, я разобью его. Я сделаю так, чтобы он выдохся, устал. Я хочу, чтобы он ощутил мою силу, мое давление. И я хочу завершить бой досрочно, разбить ему лицо. Потому что этим я занимаюсь всю жизнь. Я бьюсь в UFC, до этого я бился в России. Я постоянно дрался с опасными, жесткими соперниками. Когда дверь в клетку закрывается, не остается ничего личного. Я просто хочу завершать бои досрочно. Ты отметил, что твоя цель стать чемпионом, тебя не заботит в бою именно с Коннором. Но сейчас Коннор носит официальный пояс, а у вас в Тони будет бой за временный пояс. Беспокоит ли тебя это? Или ты считаешь, что это обязательная вещь для раскрутки вашего боя? Может быть, UFC хотят организовать бой чемпион против чемпиона, чемпион против временного чемпиона. UFC уже это делали с Джозе Альдо и Коннором. Может быть, они хотят организовать такой бой, чтобы лучше раскрутить шоу, сделать большое пей-пер-вью. Но я не знаю. Мне просто сказали, хочешь ли ты драться за временный пояс? Я сказал, да. Но я сказал, что мне нужен только Тони. Мне не нужны маленькие соперники, такие как Джозе Альдо. Мне нужен только реальный топовый соперник. Дайте мне Тони. Потому что даже если бы я выиграл у Джозе или у Дэниела Кормье, в любом случае люди будут говорить о Тони Фергюсоне. Все бы говорили, что мне нужно драться с ним. Поэтому я сказал, пожалуйста, дайте мне Тони. Я завершу его победную серию. Я завершу бой досрочно. И что потом? Что остается после этого? Соперников больше не остается. Была ли у тебя реальная возможность провести бой с Джозе Альдо? Предлагали ли тебе что-то конкретное? Может быть, даже предлагали контракт? Я думаю, что это невозможно. Зачем мне драться с Джозе? Конечно же, разнесу его. Он меньше по габаритам. Но если у меня на радаре есть Тони, Конор, то зачем мне драться с кем-то еще? На это потребуется слишком много времени. Но если он хочет драться, я могу подраться с ним в любом месте. Дело не в этом. Дело в бизнесе. Я должен встретиться с Тони за временный пояс. И после этого не останется вопросов, кто же лучший лиховес в мире. Как ты думаешь, проведешь ли ты бой в России за этот год? Я так не думаю. Может быть, UFC приедут в Россию в конце года. Россия не слишком подходит для пей-пер-вью. Для пей-пер-вью лучше всего подходит Мэдисон-Сквер-Гарден или Тимобил-Арена. Может быть, UFC организует файт-найт в России. Но с чего мне нужно драться в карде файт-найт? Я должен драться в карде пей-пер-вью. Ты будешь драться в марте, а когда ты будешь готов провести следующий поединок? Ты будешь драться в марте, когда ты будешь готов провести следующий бой? В августе, наверное, в августе. Как ты думаешь, будет ли Коннор ждать тебя до августа, потому что он провел свой бой в ноябре? Ему придется подождать, потому что все ждут его, и он не сможет подождать два месяца. Потому что я не смогу драться в июле из-за Рамадана. Может быть, я проведу бой еще до Рамадана, потому что Рамадан начинается 28 мая и заканчивается 28 июня. И после этого мне нужно еще два месяца на подготовку к бою. Сначала я хочу победить этого парня, а потом уже посмотрим. Но на 100% я не буду драться в Рамадан. Как ты считаешь, если ты станешь временным чемпионом, захочет ли Коннор проводить бой с тобой? Потому что кажется, что он всегда хочет самых больших боев для себя. И люди будут считать, что ты единственный подходящий для него соперник. Я не знаю, возможно, я не слишком хорошо его знаю. Но если я временный чемпион в легком весе, что тебе еще остается? Что ты будешь делать? Драться в полусреднем? Я думаю, что это не лучшая для него идея. Или бокс, боксерский матч с Мэйвезером. Я думаю, что это сплошные разговоры, просто игры. Я думаю, ему придется драться со мной. То есть все последние разговоры о том, что Дана предлагает по 25 миллионов и Коннору, и Флойду, для тебя это не делает этот бой более реальным? Я думаю, что все это игры. Мэйвезер и Коннор продвигают друг друга. Они играют с фанатами, играют со СМИ. Я не думаю, что это реально разговор. Я думаю, что это настоящий трэш-ток, а не правда.